В Ак-Тубе жители садоводческих коллективов требуют остановить рост цен на электроэнергию. Кроме дачников, новость о повышении тарифа на свет встревожила индивидуальных предпринимателей. Люди считают, что это приведет к неизбежному подорожанию продуктов. Но в профильной палате надеются, что новый тариф все-таки не ударит по малому бизнесу. Лейла Уесова выслушала все стороны. В Ак-Тубе прошли общественные слушания по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Больше 500 индивидуальных предпринимателей написали жалобу в Атамикен с требованием остановить рост цен на коммунальные услуги. Главным образом это возмутило владельцев так называемых магазинов у дома. Сейчас они отдают за свет 100-120 тысяч тенге в месяц. А летом эти расходы увеличиваются вдвое. Этот вопрос тревожит и жители садоводческих коллективов. Их в черте города 420. И пока не у всех есть статус ИЖС. Мы до этого платили в районе, я вам скажу честно, за миллион-миллион двести. А вот в январе месяце у меня пришло уже 2 миллиона счет. 2 миллиона делится на 311 участков. Это на каждого, грубо говоря, где-то 7-8 тысяч тенге. Это минимальные, я вам просто говорю. До этого люди платили 3-4 тысячи. У нас есть инвалиды, у нас есть многодетные. Между тем в дома дачников свет подается через устаревшие трансформаторы. Да и воздушные линии там не ремонтировали лет 30. В таком состоянии сети не принимают на баланс отдела ЖКХ. Не принимаем по какой причине. Первое – оформление. Второе – то, что у них расположены линии, но где есть улицы узкие. У них опоры все установлены во дворах. Мы такие линии никак не можем по правилам электроустановок принимать. Поднимут ли тарифы на свет или оставят прежние, будут решать в антимонопольном ведомстве. И, как сообщили в энергосистеме, причина повышения цен связана с подорожанием услуг поставщика. Поэтому они внесли предложение поднять действующие расценки с 28 до 39 тенге за киловатт-час. Монополист уверяет, вынужден пойти на такие меры, поскольку сам работает в убыток. И хочет уже с 1 марта выставлять счет за электричество на 38% больше, чем сейчас. Лайла Осова, Жумар Кудайбергенов, Телеканал ТДК 42, Октубе. Субтитры создавал DimaTorzok